Валерия Советова. Золотая кнопка царицы. Часть первая. 1995 год. Глава первая. Цок-цок-цок. Кто шумит, когда в роддоме тихий час? Сердитые медсестры обернулись. И замерли. Молодая мамаша торопливо щелкала каблуками вдоль коридора. Бесстыдница направлялась к выходу, ни у кого не спросив разрешения. Распахнутая песцовая шуба резво качалась над лаковыми сапожками. Снизу выглядывал край сорочки. Отругать банохалку, загнать в палату, но сотрудницы роддома в первый момент растерялись. Подчеркнута прямая спина, и вызывающие холеный вид дамочки заставляли смотреть вслед, восхищаться и завидовать. Каждая женщина жаждет набросить на плечи сияющий мех. Распустить русые волосы кольцами и пройтись так, чтобы каждый встречный сошел с ума от восторга. Первая помнилась старшая медсестра. — Стойте! — крикнула она. — Куда это вы направились, мамочка? Женщина в шубе обернулась и вздернула подбородок. Она явно собиралась поставить на место эту занозу, но сдержалась, все-таки соизволила пояснить. — На улицу, к таксофону. Позвонить. — Да вы с ума сошли! — возмутилась старшая. — Только вчера родила! Вернись в палату немедленно! — У тебя не спросила! — огрызнулась новоиспеченная мамаша. Медсестра сделала несколько шагов и преградила пациентке путь, решив не выпускать чокнутую. — Звони из ординаторской! — Вот еще! — мамочка откинула голову назад и ехидно усмехнулась. — Чтобы всякие курицы слушали мои разговоры! — Женщина, уймитесь! — настаивала медсестра. — На улице январь, мороз десять градусов, вы грудь застудите, молока не будет! — Молока? — пациентка приподняла брови. — У меня его и так нет! И не появится! Обойдусь! — Что вы имеете в виду? — работница роддома с нарастающим беспокойством ухватила пациентку за плечи. Вдруг мамочка вывернулась и воткнула в ее ногу острый каблук. — Ох! — скрикнула медсестра, от боли и неожиданности оседая на пол. Ошарашенные коллеги рванули на помощь. Пациентка тем временем лихо обогнула скорчившуюся медсестру и проскочила в дверь с надписью «Выход». Стревоженные санитары и врачи повыскакивали из кабинетов, но пока выбежали на улицу, пациентка скрылась из виду. Оказавшись снаружи, Вика Стрельцова перевела дух. Вот ведь прицепились. Как бы милицию не вызвали. На улице и правда стоял сильный продирающий мороз. Руки озябли. Вчерашняя роженица поплотнее запахнула шубу и двинулась прочь от временной тюрьмы. Вот и переговорный пункт. Вика достала из кармана бумажку с номерами. Самое первое было страшно набирать. От этого звонка зависело будущее. Сняв трубку с рычага, девушка обернулась и посмотрела на нетерпеливо ожидающую очередь. — Давай, звони уже! — бормотал мужик, стоявший впереди. — Не дождешься тебя! Вика сжала зубы и стала накручивать диск, набирая номер. Трубку сняли. — Алло! — Стрельцова неожиданно услышала тонкий, беззаботный голосок. — Ребенка? — Не имея понятия, как общаться с детьми, она набрала воздуха в грудь и потребовала. — Девочка, позови, пожалуйста, Игната Андреевича. — За девочку спасибо. Засмеялись на том конце провода. Стало понятно, что говорит взрослая женщина и, судя по всему, счастливая. Она там живет? Спустя несколько мгновений к телефону подошел Игнат. А за шесть месяцев разлуки его голос ничуть не изменился. — Привет! — у новоиспеченной мамочки пересохло в горле. Говорить внятно не получалось, однако собеседник тут же понял, кто звонит. — Ну, привет! — Я родила. Девочку. Вика пыталась изобразить радость, но не получалось. Слова звучали плаксиво и заискивающе. Мужчина на том конце провода молчал. Вчерашняя роженица ждала, нервно перебирая кольца телефонного шнура. — Что ж, отличная новость! — наконец произнес он. — Поздравляю тебя и твоего мужа! — Не издеваешься? — взревела Стрельцова. — Прекрасно ведь знаешь, кто папа! — Не стоит! — начал завозиться мужчина. — Ты всем доказала. Отцовство супруга. Справку добыла. — Помогли добрые люди! — схлипнула она. — Прости! — Ты меня прогнала полгода назад. Сказала, чтобы близко не подходил. От волнения Вика перешла на шепот. — Оставь прошлое! Я в отчаянном положении! Приезжай! Он несколько мгновений молчал, Вика холодела, уже догадываясь, что беседа ни к чему не ведет. — Давай поженимся! Все, как ты хотела! Будем растить дочь! — Послушай, Вика, я уже женат. И моя супруга беременна! — Собственно, он мог этого и не говорить. Было все понятно и так. С того момента, как легкий девичий голосок, будь он неладен, прозвенел в трубке. — Очень жаль, но я ничем не могу помочь. Иди к мужу. — Мы развелись! — мрачно ответила Стрельцова. В трубке опять стало тихо. — Вот как! — Отозвался, наконец, Игнат и уточнил. — Насовсем? — Насовсем. — Понятно. — Протянул бывший любовник. — И ты вспомнила. Есть, мол, один такой дурачок влюбленный. Бросится к ногам. Стоит только позвать. Нет уж, сама наворотила, сама и разбирайся. Он отключился. Разговор получился коротким и непродуктивным. Значит, и правда все. Вика прислонилась лбом к аппарату, слезы жгли глаза. — Гражданка, поторапливайтесь! Нечего рыдать в телефонной будке, тут всем звонить надо! — крикнули из очереди. — У меня еще два разговора! — торопливо откликнулась Вика. Схватила трубку и еле слышно добавила. — Отвяжитесь! — Нужно срочно звонить. — Только кому? — Бывшему мужу? — Этому смазливому сынку богатых родителей? — Бесполезно. Надо же было так по-глупому попасться, сболтнуть подруги при нем, что ребенок от любовника. И как теперь прикажете жить? И младенцев скармливать? Конечно, при разводе удалось отсудить приличную сумму рубликов, но ведь они вмиг растратятся с моими нуждами. Стрельцова еще раз пересчитала скомканный листок с номерами. На секунду задержала взгляд на втором, перечеркнутом. Родители ушли туда, куда ни позвонить, ни доехать. Впрочем, будь они живы, тоже большой вопрос, стали бы помогать. Последние четыре года Вика старательно избегала и мать, и отца. Постепенно они перестали беспокоить дочь. За спиной снова зашумела раздраженная очередь. И Стрельцова торопливо набрала единственный номер, по которому можно было ожидать помощи. «Катька!» — закричала она. «Приезжай! Я сбежала из роддома!» Глава вторая. Девушки подружились, когда вместе учились на филфаке. Катя Меркулова восхищалась Викой с самого первого дня знакомства. От сокурсницы прямо-таки веяло ароматом запретной авантюры. Она постоянно встревала в переделки и вовлекала в них Катю. И Меркуловой без этого жилось бы, наверное, скучно. Ведь сама она оставалась комнатным цветочком. А ей жуть, как хотелось перенять хотя бы часть той бешеной энергии, которая бурлила в подруге. Катя не сомневалась, что Вика добьется того, что подавляющему большинству людей кажется невозможным. В голове подруги то и дело появлялись удивительные на грани сумасшествия идеи. Однажды она устроила пляж на крыше студенческого общежития, умыкнула с вахты ключ от крыши, вытащила надувной матрацей и устроилась загорать. И все это во время семинара по культурологии. Соседки по комнате все как одна полезли туда же. Парни притащили алюминиевые тазы и ведра с водой. Кто-то принес магнитофон-кассетник. Редкая вещица. Студенты повылазили на крышу, танцевали, песни горланили. Чудо еще, что никто не грохнулся. В другой раз подруга официанткой нанялась в дорогущий ресторан, и Катя подбила сделать то же самое. В первый же день Стрельцова отличилась. В туалете сняла униформу и переоделась в вечернее платье. А потом пошла прямо в зал и, как ни в чем не бывало, села к незнакомым мужчинам. Те начали наперебой угощать новую знакомицу. А Катя подносила ей закуски. Кадровик так и не понял, куда подевалась новенькая. Вику от ее бредовых затей не могли остановить никакие препятствия. И Катя хотела этому научиться. Она верила, что, находясь рядом с подругой, в конце концов сможет понять и свои мечты тоже. И не просто понять, а найти способ сделать их явью. Однако Катя никак не могла приспособить к своему характеру вывертый Стрельцовой. Хотя Вика и не была достойным образцом для подражания, но Меркуловой хотелось перенять толику раскованности, так свойственной подруге. Поэтому до сих пор именно Вика беззастенчиво пользовалась привилегиями женской дружбы. Катя во всем ее выручала, поддерживала, когда надо утешала, а сама оставалась в тени. Когда девушки закончили университет, их пути на время разбежались. Получав диплом о высшем образовании, между прочим, с отличием, Меркулова устроилась в школу учителем. Работа ей нравилась, дети вдохновляли, а Катя чувствовала, что делает благое дело. Скромной зарплаты едва хватало, но это не портило настроение. Это сейчас, пока я начинаю, думала девушка, а там все само собой как-нибудь устроится. Личная жизнь Меркуловой пока не складывалась. Филфак в основном мирок девичий, а за его пределы Катя выходила, конечно, с Викой. И все внимание парней традиционно доставалось подруге. Вскоре после окончания университета Стрельцова позвонила Катя. Та сразу поняла, случилось что-то из ряда вон. «Я выхожу замуж!» В восторге кричала Вика. Катя не удивилась, она подозревала, что...